Проблема моробидного ожирения Проблема моробидного ожирения – это проблема мировая, это не только проблема нашей страны или нашего города. И, к сожалению, эта проблема нарастает. Количество людей с избыточным весом становится больше, и проблема становится, уже переходит плоскость консервативного лечения, лечения диетами, переходит плоскость лечения хирургического. Консультативный прием Надежды Борисовны сегодня мы проводим вдвоем с коллегой, Дмитрием Игоревичем Василевским, доктором медицинских наук, который занимается этой проблемой у нас в отделении, курирует эту проблему и продвигает ее в жизнь. Добрый день! Сегодня у нас на контрольном осмотре Надежда Борисовна Стяшкина. Надежда Борисовна 10 месяцев назад перенесла операцию по поводу морбидного ожирения, продольную резекцию желудка. Здравствуйте, Надежда Борисовна! А что вас вообще заставило обратиться к хирургам тогда? Можете вспомнить? Да, у меня был очень большой вес, 196,6. Я уже не могла ходить. Вы помните свой индекс массы тела тогда? 62,2. 62,2. Большой. Мне, в общем-то, посчитать его никто не мог. Не хватало таблиц. Я ни спать не могла. Много лет спала только на спине. На бок мне было ни на один не лечь. Храп вот этот, отдышка. Я не могла ходить. Ну, тяжело было. У меня жизнь заканчивалась, так сказать. Просто заканчивалась. А вы пробовали как-то бороться с этим изготочным весом? Я прошла, по-моему, все, кроме Гербалайфа. И кодирование всякие, вот эти, вот эти, сюда. И в уши вставляли. И дробное питание я прошла очень много. Я скидывала. Ну, опять, шел набор веса. Почему не получилось? Не знаю, почему. Скажите, пожалуйста, а какое количество времени в своей жизни вы потратили на борьбу с избыточным весом? Лет тридцать. Лет тридцать. Да. Я хоть и всегда была в теле, так скажем, но замуж я выходила. Это было сорок два года назад. Сорок восьмой размер носила. Как вас судьба привела к нам в хирургии? Когда вы пришли к этому? И откуда вы знали, что надо? Я... Что можно? Ну, смотрю телевизор-то, вижу, что эффект-то есть. То, что мне ставят морбидное ожирение, и его нужно лечить хирургическим путем. Какая операция, я еще, конечно, была не в курсе. Надежда Борисовна, скажите, пожалуйста, а вот вместе с избыточной массой тела какие болезни вы приобрели? Ой, у меня и стенокардия была. Сейчас я ее не ощущаю. Как бы проблем с сердцем я таких вот не ощущаю, но у меня не стало... Ну, я его не чувствую, так скажем. Отдышка. Уже нету такой отдышки. Ну, диабета у меня никогда не было. Боли в суставах? Суставы, да. Это вот, да. Гоноартроз третьей степени у меня коленных суставов. Артериальное давление? Гипертония, да. Но она у меня нормализовалась. Вы продолжаете принимать лекарства? Да. Да. Но уже доза, конечно, если раньше 20 утром и 20 вечером, она лаприла пила, то теперь 10 утром, 10 вечером. Домашние вас поддерживали с мыслью прийти на бариатрическую операцию? Ну, сначала так, скажем, не верили. Не верили, что это вообще реально, что это возможно, потому что они видели, вот дочка видела, что я и старалась. Насколько вы похудели, уважаемая Надежда Борисовна? 52 килограмма. 52 килограмма. За 10 месяцев после? За 10 месяцев. То есть сейчас вы весите? 145. И как происходило снижение веса? Понемножку вес снижался. У меня не было резкого. резко только после операции сразу было. Где-то килограмм 15 первые. А потом стал вес уходить очень понемножку. Бывает 100 грамм в неделю. Бывает встанет, стоит вес. Летом на 157 килограмм на 2 месяца я встала. И я, честно, уже была испугавши. Думаю, это что, все? Вот. Но как бы сдвинулся и опять потихоньку пошел, 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 пошел. То есть нет вот рывков. То есть дискомфорта вы не испытываете? Нет. И вот я чувствую, я боялась того, что вот это все повиснет. Но у меня еще пока ничего не виснет. Спасибо, Надежда Борисовна, что вы к нам пришли. Не хотели бы вы сказать пару слов для тех пациентов, которые пока не готовы принять решение о выполнении бариатрической операции? Я вам хочу сказать огромное спасибо. Просто вы меня вернули к жизни. Просто вернули. Вы мне подарили жизнь. Иначе я бы, наверное, уже не была на этом свете. И людям, которые находятся в такой тяжелой ситуации, с таким, ну вот с большим весом, не надо бояться операции. Не надо. Хирургическое лечение морбидного ожирения, это, можно сказать, крайняя мера при лечении такой патологии. Но, к сожалению, очень часто неизбежная, поскольку все остальные методы лечения от психотерапевтического до лечения диетами могут быть неэффективны. И само по себе морбидное ожирение, избыточный вес, помимо всего, приводит еще и к развитию патологических процессов в других органах. Страдают суставы, страдает сердце, появляется проявление сахарного диабета, гипертонической болезни. И вот в таких случаях, когда уже неизбежно хирургическое лечение, мы, наш коллектив, наше отделение приходит на помощь таким пациентам и предпринимает некоторые хирургические вмешательства для того, чтобы улучшить результаты борьбы пациента за свою жизнь и за снижение веса. Продолжение следует...